В эфире новости на шестом канале в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. Новый поворот в деле о гибели Дмитрия Ешухина. Все документы вернули прокурору для переквалификации статьи на более тяжкую. Напомним, трагедия случилась в прошлом году. Собинский футболист Дмитрий Ешухин умер после уличной разборки. Изначально судмедэкспертизу проводили местные специалисты. Они выдали заключение, в котором говорилось, что молодой человек погиб из-за падения с высоты собственного роста. В этом случае второму участнику этой потасовки грозил бы лишь условный срок. Тем временем драку запечатлела камера видеонаблюдения. Видеозапись родственники погибшего передали столичным судмедэкспертам для проведения независимой экспертизы. Сейчас подозреваемый по этому делу москвич Александр Исаков находится под подпиской о невыезде. Но родственники и друзья погибшего надеются, что его в скором времени возьмут под стражу. Кстати, статья, на которую переквалифицируют дело «Убийство» подразумевает уже реальный срок заключения от 8 лет. Дорога есть, а пешеходного тротуара нет. Еще в прошлом году на улице Стасова положили новое дорожное полотно. А вот пешеходных дорожек не предусмотрели. Людям приходится идти по проезжей части рядом с машинами, подвергая опасности себя и своих детей, потому что дорога ведет в детский сад и школу. Собираются ли чиновники делать тротуар? Узнал Михаил Масиянчик. Год назад на улице Стасова положили новый асфальт. До этого дорога походила больше на полосу препятствий. Но радость местных жителей была недолгой. Очень скоро они узнали, что пешеходных дорожек здесь не будет. Жители просят тротуар. Возможно, не ходят по инстанциям. На это просто нет времени в это тяжелое время. И здесь находится ряд социально важных объектов. Здесь и школы, здесь образовательные центры. О том, что вообще людям пройти, здесь вообще вопрос не стоит. Тут просто нет возможности. И что, будут кормить завтраками, что не предусмотрено или предусмотрено? Когда деньги выделяются на дорогу, подразумевается и тротуар. На улице Стасова интенсивное двухстороннее движение. Ежедневно сотни горожан, рискуя жизнями, идут здесь. Кто-то на ближайший рынок, кто-то ведет детей в образовательные учреждения. Жители все как один жалуются на отсутствие тротуаров и беспокоятся за свою безопасность. Машины, если едут, да еще в обе стороны вообще негде проходить. А когда грязно? Мы идем, не знаем, куда отпрыгнуть. Поскольку есть рынок, то к нему должен быть и тротуар для людей, правильно? Я не знаю, как с детьми здесь пройти. А школа? Здесь и дети в школу ходят так же. Беспокоимся, потому что два ребенка все-таки. Один в коляске, а другой может нечаянно сбить и даже машин проехать на коляску. Все равно, да, страх есть за безопасность своих детей. На улице Стасова происшествие не редкость. Жители рассказывают, как их обливали грязью, задевали зеркалами и даже сшибали. Нарекания есть и у автолюбителей. Они вынуждены обезжать пешеходов, что приводит к аварии. Из-за того, что пешеход был, я срезал поворот, и в меня врезалась машина. У меня помеха, я-то по идее не виноват, но так как я выехал на его часть, меня лишили на 6 месяцев прав. Здесь обязательно пешеходный тротуар должен быть. Обязательно. Особую опасность на пути горожан представляет территория рядом с шиномонтажом. Здесь не предусмотрены парковочные места. Однако водители постоянно оставляют здесь свои машины и ремонтируют фуры, что уменьшает и без того неширокую проезжую часть и внуждает людей еще больше рисковать жизнями. Претензии в свой адрес арендатор шиномонтажа считает необоснованными, так как по документам он имеет право обслуживать здесь все виды транспорта. Садил все это везде, подписал согласование. Площадку рядом с шиномонтажом мужчина расчищал собственноручно. Однако, как нам удалось выяснить, за землю, на которой паркуются фуры, владелец шиномонтажа не платит. Горадминистрации сообщили, что в курсе ситуации, но считают, что ломать нормальную дорогу, чтобы сделать тротуар, крайне неразумно. Тротуар на улице Стасова, вот на этом небольшом участке, да, он не предусмотрен проектом, его не было просто там никогда в природе. И если вы помните, еще в прошлом году эта дорога напоминала ракадную, если можно так выразиться, Рытвина, Колдобина, Яна. Сейчас мы ее привели в порядок и просто не поступало ни одного предложения, кстати говоря, о том, что там необходим, вот на этом небольшом, еще раз посмотрю, участке новый тротуар. Однако, это не совсем так. На сайте Владимира ТМИ, который был создан по инициативе главы администрации, мы нашли сообщение еще от апреля 2016 года с просьбой сделать на улице Стасова тротуар. Экс-начальник городского управления ЖКХ Гасанов ответил, что в 2016 году ничего делать не будут. Сейчас официальный представитель мэрии дает понять, что изменения здесь возможны. Правда, не раньше, чем через два года, когда закончится гарантия на недавно отремонтированную проезжую часть. И все же местные жители по-прежнему не могут понять, почему улица Стасова отличается от остальных. Ведь известно, когда у чиновников есть желание, тротуар появится даже там, где его никогда не было. Здесь такая же есть практика соседней улицы, улица Балакирева. Вот, стоит там школа, видимо, кого-то сбили, не сбили. Сделали односторонние движения и сделали тротуар. Шикардос! Все довольны, все ходят, радуются. Жители предполагают, что на соседней улице Балакирева живет бывший высокопоставленный чиновник областной администрации, а ныне депутат САГС-собрания. Именно поэтому с тротуарами там все хорошо. Михаил Масиянчик, Никита Королев и Александр Мажаров. Шестой канал. Онлайн-кассы могут обанкротить региональных предпринимателей. По закону, новое оборудование должно появиться в торговых точках с июля 2018 года. Предстоящие растраты на его установку и обслуживание предприниматели называют полным разорением. Многие уже сейчас закрывают свой бизнес. В защиту малого и среднего бизнеса выступили законодатели Владимирской области. На Совете Федерации спикер облпарламента Владимир Киселев предложил освободить от установки онлайн-касс определенную категорию предпринимателей. Тему продолжат мои коллеги. Когда я задаю вопрос налоговой инспекции, смогу ли я вычесть хотя бы к концу года расходы по онлайн-кассе, мы ничего пока не знаем. Это не мы законы устанавливаем. Новый закон о том, что все предприниматели с июля 2018 года будут обязаны применять новую кассовую технику, так называемые онлайн-кассы, шокировал почти всех, рассказывают представители малого бизнеса. Новое оборудование нужно будет для того, чтобы передавать в режиме онлайн сведения в налоговую инспекцию о доходах торговой точки. Но тогда при чем здесь мы, недоумевают предприниматели, которые работают по вмененке или патенту. Их налоги на доход фиксированные, а вот необоснованные траты людям теперь предстоят немалые. Она стоит 26 тысяч. Я ее приобрела от указ. Я приобрела программу за 5 тысяч. Я приобрела все, что угодно к этому самому. И она летела, считайте, больше, чем на 50 тысяч при такой-то торговле. Люди объясняют, сегодня малый и средний бизнес на рынке держатся из последних сил. Говорят, с трудом пережили кризис. А вот новую напасть онлайн-кассы, видимо, пережить будут не в состоянии. Многие предприниматели уже обанкротились. Ну, где-то процентов 70 из нас поставили крест на свои деятельности. То есть и теоретически, и практически это для нас не по силам. То есть теряем работу мы, индивидуальные предприниматели теряют работу продавцы. То есть достаточно серьезное число людей выйдет на улицу с протянутой рукой. Это, ну, крик души. Крик души наших предпринимателей. Мы вот просим просто, если мы как-то можем повлиять на это, как-то прислушаться к нашему мнению. К мнению бизнесменов прислушались. В защиту предпринимателей выступил председатель регионального ЗАГС Собрания Владимир Киселев. На публичных слушаниях по проекту в Совете Федерации он предложил министру финансов России Антону Силуанову освободить отдельные категории бизнесменов от онлайн-касс. Вот у нас в области, например, 25 тысяч предпринимателей, в среднем 25 тысяч предпринимателей работают по, платят налог на умененный доход, либо работают по патенту. То есть они уплачивают фиксированную сумму в бюджет. И вот внедрение вот этих онлайн-касс никак ситуацию не изменит. Они как платили эту сумму, хоть с кассами, хоть без касс, так и будут продолжать вот эту фиксированную сумму платить. Поэтому просьба освободить от уплаты, вернее, от приобретения вот этих онлайн-касс предприятия, которые работают по патенту и уплачивают налог на умененный доход. Владимир Киселев подчеркнул, что малый и средний бизнес в нашей области это почти 40% от числа всех организаций. У них трудится треть работающего населения региона. Поэтому внедрение онлайн-касс коснется большого количества людей, и в том числе и покупателей. Поскольку лишние траты на покупку оборудования, его содержание и эксплуатацию могут привести к тому, что предприниматели станут повышать цены. Они неизбежно повысятся, потому что вложив эти деньги в эти самые кассы, нам нужно будет их как-то вернуть, потому что, как правило, это будут заемные средства, а их нужно возвращать. Ну и кому эти кассы лучше делают? Покупателям нет, нам нет, продавцам нет. Кому лучше? Заявление Владимира Киселева предложил тщательно проработать министр финансов. Поддержала инициативу и председатель Совета Федерации. Внести в рекомендации наши те предложения, о которых говорили участники слушаний, что-то для учета, что-то для проработки. Мы также назвали эти проблемы, которые нужно дополнительно проработать. Глава законодательного собрания Владимирской области внес предложения, которые поддерживаются принципиально, но их надо доработать, в том числе на площадке Совета Федерации. Напомним, малый и средний бизнес в нашем регионе поддерживают законодатели. Для предпринимателей снижены ставки по упрощенной системе налогообложения. Начинающих освободили от налогов на два года. А в ближайшее время депутаты планируют дополнить виды деятельности, попадающие под патент разделом «Оказание бытовых услуг». Это позволит большему числу предпринимателей перейти на уплату фиксированной ставки налога. Анастасия Шилова, Валентина Мартынова, Илья Фомин. Шестой канал. Последняя надежда для бездомных людей. Свой шестой день рождения отмечает приют для бездомных «Дом солнца». За эти годы он стал вторым домом для сотен граждан, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Кто и как попадает в приют, чем живут сегодня в нем люди и в чем нуждаются, расскажет Валентина Мартынова. По хозяйству до уплиты Татьяна Корнилова уже с шести утра. Сначала завтраком людей накормила перед работой, теперь готовит обед, суп и макароны. В приюте для бездомных «Дом солнца» Татьяна уже четыре года. По профессии швея мотористка, а вот по призванию теперь повар. Говорит, зимой приходится кормить ежедневно до сорока человек. Таких же бездомных, как и она. Всегда, ну вот, что бы я ни попросила, воды принести, мусор вынести. Они все делают, помогают. Сейчас вот просто я хочу устроиться, но как, ребят, оставишь без еды, без всего. То есть вы сейчас живете ради них? Да. Ради них здесь живет и еще одна постоялица. Кошка Муся уже два года как полноценный член этой бездомной семьи, которая постоянно пополняется. Одни уходят, другие приходят. В приют люди обращаются практически ежедневно. В помощи никому не отказывают. Здесь можно получить горячее питание, одежду и ночлег. Кому необходимо, помогает восстановить документы. Единственное, что запрещено, так это спиртные напитки. Даже если от человека просто пахнет алкоголем, в приют его не принимают. Все, кто здесь останавливается, это люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию. Много детдомовских, много кто из тюрьмы освободился. Сюда попадают вот такие вот люди. Кто-то едет проездом, кого-то в Москве работали, за деньги обманули и уехать никак. Вот здесь в Владимире останавливается. Останавливается у нас, потому что мы самый ближайший пункт здесь. В общем, я попала не в столь отдаленные места. И меня сестра потом не приняла. Она сказала, ты мне не нужна. Вот так получилось. Так получилось, что остался безо всего. Андрей в приюте оказался полгода назад. Проектировщик-дизайнер с высшим образованием. Строитель, евроотделочник и глава семейства в один момент потерял все. Раньше была семья, дом. Все было. И дочь есть. Ну, получилась такая тяжелая жизненная ситуация, то, что с женой разбежались. Жена сейчас живет с другим мужчиной, у нее ребенок, все. Ну, вот, получилось, я пришел сюда. Вот Петр Петрович меня здесь приютил. Ну, и нашел мне работу. Сейчас Андрей работает официально на стройке и подрабатывает там, где придется. Как и большинство постояльцев приюта. Руководитель приюта говорит, что работу людям ищут в разных организациях. Но не везде бездомным рады. Ну, они смотрят на них, как на бомжей. А мы пытаемся из этой ямы, в которой они попали, не все, что они родились бомжами. Кто-то с семьями жил. Потому что много даже местных здесь живет. Кто-то с женой поругался, ушел, там, теща выгнала. А мы еще какие-то, там, квартиру куда-то отобрали, черные реалторы. Сегодня приют отмечает свой шестой день рождения. За эти годы здесь нашли кровь сотни человек. Восемь из них за последние два года встали на ноги и создали семьи. В эти стены они часто приходят с благодарностями. Что в самое для себя тяжелое время именно тут получили поддержку. Бездомным помогают епархия, чиновники, предприниматели и просто неравнодушные горожане. В помощь и приют нуждается всегда, говорят руководители. Скоро наступит зима. А это значит, что бездомных будет приходить сюда намного больше. Людям понадобится теплая одежда и продукты. Ну и, конечно, человеческое тепло и внимание. А теперь коротко о других новостях. 27-летнему жителю Гусь-Хрустального дали 11 лет колонии строгого режима. В январе он убил знакомого, с которым отбывал первый срок за то, что тот якобы сотрудничал с администрацией справительного учреждения. Жертву убийца выманил на улицу, пообещав угостить наркотиками. Но вместо этого нанес 39-летнему мужчине множественные ножевые удары. Потерпевший скончался в больнице от травматического шока и острой кровопотери. Убийцу задержали через две недели. Суд назначил ему 11 лет. И штраф в пользу родственников убитого более 500 тысяч рублей. Следком получил подтверждение, что на моторо-тракторном заводе рабочие не получают зарплату. Проверку начали по сообщениям СМИ. Она показала, что на предприятии трудится 348 человек. Задолженность по зарплате по состоянию на сентябрь – 9 миллионов рублей. После публичной огласки руководство выплатило работникам 2 миллиона за июль и август. Но люди заявляли, что им еще должны за июнь, апрель и другие месяцы 2017 года. Сейчас следствия и контрольные органы полностью проверяют финансово-хозяйственную деятельность завода. Руководству грозит лишение свободы, поскольку невыплата зарплаты – это уголовное преступление. Более 200 детских площадок в городе Ружейников опасны для детей. Это выявила Ковровская прокуратура. Игровые установки не укреплены, деформированы и имеют острые выступы. На качелях можно сделать оборот в 360 градусов, что недопустимо. Должна быть перекладина, не позволяющая сделать полный круг. Восьми управкомпаниям и жилищно-строительным кооперативам выданы предписания. Прокуроры ждут устранения нарушений. Во Владимире в понедельник в течение 7 часов не будет света. Правда, только в отдаленных микрорайонах – Уварова, Кусунова, Шепелева, Никулина. Когда-то это были деревни. Электричество сюда по-прежнему поставляют суздальские электрические сети. И в понедельник они будут проводить плановые работы. Жители просят, если не простить за это, то хотя бы понять. И принять меры по электробезопасности своих домов. Проверить распределительные шкафы, предохранители, электрические соединения. Света не будет с 9 утра до 4 часов вечера. Обучат новых Каспаровых и Карповых. Со следующего года в российских школах появится еще один урок – игра в шахматы. Такое сообщение на днях сделала министр образования и науки Ольга Васильева. По ее словам, для учебных заведений этот процесс должен пройти безболезненно. Шахматную науку, как новый обязательный предмет, поставили в расписании школьников с 1 по 4 класс. Хотят ли владимирские дети ставить шах и мат, и что по этому поводу думают педагоги и профессиональные шахматисты, расскажет Татьяна Данилова. Для малышей ходить конем – развлечение, но при этом никто не умаляет их способности в игре. В 43-й школе шахматную грамоту уже начали изучать с сентября. А все потому, что пришел специалист. Виктор Тихонов преподает математику, а после уроков учит детей ставить шах и мат. Надо шах и мат поставить королю. Допустим, вот король вышел на поле. У меня вот тут стоит конь, и допустим, у меня вот тут стоит ферзь. Ему некто деваться. Мне нравится эта игра, потому что она веселая. Я играю обычно, когда я к дедушке приезжаю, я обычно играю с дедушкой, я его всегда выигрываю. Азы игры постигают 16 детей, и многие одноклассники уже хотят к ним присоединиться. Главным инициатором появления этого кружка, по словам учителей, стали родители. Возможно, кого-то вдохновил пример российского чемпиона-шахматиста Сергея Коряхина. Но вырастить из ребенка гроссмейстера задача непростая. Начали мы, естественно, с самых азов, разобрались, что такое вертикали, горизонтали, познакомились, как называют шахматные фигуры, их расположение на доске. Кто-то это, естественно, уже знал, кто-то еще нет. И вот благодаря первым занятиям уже, в принципе, я увидел, кто умеет играть, кто делает вид, что умеет. В следующий раз я уже буду их, естественно, разделять. Кому-то я уже им пообещал дам какие-то интересные шахматные задачи. По словам специалистов, шахматная наука развивает в ребенке логику, мышление, учит просчитывать свои действия по жизни на 2-3 хода вперед. Бесплатные шахматные кружки сейчас есть в 11 владимирских школах. Нововведению от Миноборнауки в 43-й Рады. И готовы вводить шахматные уроки в обязательный учебный график. Единственные остаются вопросы, как оценивать успеваемость детей по этому предмету. Пока нормативные документы в школы еще не поступили. Если, конечно, это прозвучало из уст нашего министра образования, мы, конечно, ждем нормативной документации в первую очередь. Конечно же, мы ожидаем, что это будет конкретное руководство к действию в плане методики, в плане часов, в учебном плане, при планировании нашей деятельности на учебный год. Это все будет учитываться. И, конечно, с нормами и требованиями САНПИНов. Другой проблемный вопрос, где брать специалистов. Сейчас с некоторыми городскими образовательными учреждениями сотрудничают педагоги из Владимирской шахматной школы. Но на всех желающих их не хватит. Кто же тогда будет обучать детей? Есть, конечно, вариант воспользоваться компьютерами. Но специалисты против. Конечно, педагог, прежде всего, должен быть наставник, который будет подсказать, что можно самому какие-то задачи, миниатюры решать. То есть вставить фигуру на доске и пытаться поставить мат в 3-4 хода. Это тоже как парк. Но все равно плечо тренера, плечо педагога никто не отменял, никто не заменит. По словам министра образования Ольги Васильевой, вводить шахматы в учебный процесс будут плавно. В течение ближайших двух лет, начиная со следующего учебного года. Результатом реформы должен стать новый запас профессионалов, которые достойно будут представлять нашу страну на мировых турнирах по шахматам. Татьяна Данилова, Егор Хребко, 6 канал. Защищали туристские проекты. Во Владимире завершился региональный этап престижного всероссийского конкурса. На участие в нем заявилось более 300 участников из 30 регионов страны. В финал прошло чуть больше половины. Что показал 33-й регион, расскажет Никита Королёв. В финал престижного конкурса туристских проектов прошло лишь 184 участника. Владимирский регион представил чемпион мира по силовому экстриму Александр Лысенко. Его проект «Богатырские игры» уже пользуется спросом у лучших силачей страны. Потягать железо к нам на фестиваль приезжали атлеты из столицы Саратова, Крыма. Впрочем, владимирские богатыри защитили звание лучших. Экстремальное шоу уже собирает несколько тысяч зрителей. Участие в престижном конкурсе для авторов проекта отличный способ раскрутиться и сделать фестиваль еще интереснее. И сделать соревнования не только по силовому экстриму, а также по национальным видам, такие как городки, самбо, борьба на поясах, масс-рестлинг, перетягивание на бужах и многие другие. Несет русские традиции в массы проект Марии Морозовой из соседней Ивановской области. Девушка работает в команде молодых реконструкторов. Вместе они воссоздают Древнюю Русь. Их фестиваль исторической реконструкции Керчь собирает сотни участников со всей страны. Зрителям они показывают быт и образ жизни людей в IX веке. Ну а самая зрелищная часть фестиваля – масштабная битва. Сражаются десятки воинов в полной амуниции. Люди буквально были перенесены в эпоху с IX по XVI век. Отличием от других исторических фестивалей был именно мультиапликативный такой эффект. То есть в разных уголках можно было наблюдать разные века. Конкурс туристских проектов основали еще семь лет назад. Сегодня в нем участвуют больше 30 областей страны. На региональный этап конкурса заявились больше 300 проектов. Их оценивали руководители дизайн-студий. Они учитывали оригинальные замыслы, его реализацию, значимость события и то, насколько проект оказался привлекательным для туристов. Туристские проекты Владимирского региона получили высокую оценку даже у основателя премии. Сегодня порадовало, что очень много событий формируется, создается для молодежи. Что очень важно, потому что, чтобы она тоже посещала наши города и особенно города Золотого кольца, чтобы они приезжали, больше молодежных событий. Разноформатных. У нас появляются очень интересные проекты на стыке культуры и туризма. Классический пример музыкальной экспедиции. И еще одно замечательное направление – это то, что мы спланировали с Денисом Мацуевым, со школой «Новые имена». Это тоже дает очень яркую событийку. Авторы лучших проектов регионального этапа будут защищать их в национальном финале. Он пройдет уже в конце октября в Липецке. К сожалению, у Владимирских богатырей там не будет. В тройку призеров наши не вошли. Никита Королев, Алия Фомин, 6 канал. На этом у меня все. Далее вас ожидают блок полезной информации и прогноз погоды. Смотрите наши новости в прямой трансляции и в интернете на сайте www.6tv.ru. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи. В 33-м регионе сегодня вечером прогнозируют облачную погоду. Возможно, осадки. Столбики термометров вечером покажут 5-7 градусов со знаком «плюс». По сведениям метеорологов, завтра в областном центре будет также пасмурно, временами дождь. Температура воздуха прогреется до 7 градусов по Цельсию. Ветер южный с порывами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха составит 90%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова